Можно мне в клуб неудачников? Не знаю, что ты видел в школьном альбоме, но мы неорганизованный клуб. Простите, опоздал. Были неприятности с... Не знаю, вроде с Крисом. Я слушал не очень внимательно. Почему бы тебе не присесть, попить пиво и рассказать нам об этом, вместо того, чтобы быть с семьей? Вроде как Крис расстался с девушкой, она захотела видеть других людей. И мой доктор говорит, что эта операция вернёт мне зрение. Что? О нет! О нет! Я думала, ты будешь рад за меня, Колин Фаррелл. Вот блин! Ну ладно, я найду другую. Доброго дня, подруга! Не смотри, не смотри. Мне кажется, это Колин Фаррелл. О да! Повариха надевает обратно прихватки только в одном случае. Второй поднос с пиццей на подходе! Если поторопиться, достанется кусок с двумя пепперони. Двигайся! Не больно-то и хотелось. Внимание всем фанатам! Как только на нашем канале наберется 40 тысяч подписчиков, мы выпустим грандиозную четырехчасовую нарезку самых лучших и смешных моментов. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить этот эпичный контент и стать частью нашего комьюнити. Ваша поддержка — это мотивация для новых видео. До встречи на рубеже в 40 тысяч! Та девушка была его первой любовью. Бедный Крис. Он так рыдал, когда я внезапно ушел. Первая любовь самая болезненная. Это точно. Я до сих пор помню свою первую любовь. Как будто это было вчера. Когда я вспоминаю ее, все резко искажается и сияет. Где вы, пеппероньки? Ага! Надеюсь, вы привели дела в порядок. Любимый? Завещание на дом в ящике под телефоном. Мэг, меня впечатлило то, как ты легко растолкала этих учеников. Правда? Ты никогда не хотела играть в женской баскетбольной команде? Я взял на себя обязанности тренера, чтобы выглядеть солиднее на слушании о разводе. Я думала, что вы уже развелись. Я и был разведен, но развожусь опять. Выходит, первая сука была права насчет женоненавистничества. Я работал в Федерал-экспресс, как Том Хэнкс в изгое. И как Том Хэнкс в изгое, я использовал слова Федерал-экспресс подозрительно часто. Простите, мисс, могу я попросить, как работник Федерал-экспресс, повторить мне коктейль так же быстро, как Федерал-экспресс доставляет свои посылки? Что смотришь, Стюй? Самый лучший веб-сайт всех времен. Ю-тюб. Надеюсь, на сайте не закончится контент. Тебе надо быть осторожнее на Ютубе. Никогда не знаешь, что вылезет следующим. Там есть дикие видео. Окей, бумер. Я не бумер, я поколение Икс. Брайан, ты собираешь кулоны из журнала Костко. Это называется Костко-гид. И так я нахожу хорошие цены на круизы. Ты себе не помогаешь. Было лишь одно, что я любил больше, чем корпоративные брендовые вещи. И это была моя невеста. Хелен Хант. Хаба-хаба. Еще бы не хаба-хаба. Знаете, что большинство мужчин хотят? Чтобы их девушка выглядела как злая птичка. Так вот, у меня была она. Ты на 17 секунд опоздала. Я работник Федерала Экспресса, очень одержим пунктуальностью. Что ж, такой мой жених. Дай мне чмок, одержимый временем безбородый мужик, который не может поймать рыбу острой палкой. Запомните, это пригодится позже. Посмотрим. Рекомендовано для вас. Джо Роган. Интервью с боссом-молокососом. Спокойной ночи, луна. Факт или фейк? О, послушай, Труберт. Правда о сон-часе. Я ненавижу сон-час. И я люблю правду. О, скоро мы сможем больше, чем целоваться. Всего три дня до свадьбы. Ага. А у меня всего один полет над морем упавших самолетов. И я весь твой. Седьмого марта 1999-го вспыхнуло восстание в детском садике «Домик на дереве», штат Джорджия. Оно разоблачит правду о сон-часе навсегда. Харальд Гарри Брокмайер трех лет от роду отказался спать. Он не устал, потому что спал 16 часов предыдущим днем. После ланча он нарисовал пальцами картину, которая по сей день висит на родительском холодильнике. Ох, не-х. Если бы я знал, я никогда не забуду тот роковой день. Теперь я знаю. Не стоило играть на двух аккаунтах в фэнтези футбол одновременно, пытаясь вести самолет. У меня выпали четыре защитника. Ах. Прием 1.17. Похоже, у вас нелетная погода. Может, вам стоит поставить команды на автодрафт? Никак нет, вышка. Я гитаросексуал. Конец связи. Ха. Вот тот гладковыбритый парень, не умеющий ловить рыбу палкой, которого мы все любим. Факт в том, что сон час существует исключительно для подавления детей, чтобы дать родителям время для себя. Лялька Правдоруб 1776 Чёрт! Плохо, что я в самолёте. И могу лететь только в шторм, но не вокруг него. Стоп! Кажется, шторм утихает. Всё почти обошлось. Но затем в самолёт попала молния. И мне попался пантер Джефф Фигглс во втором раунде. И всё было кончено. Неужели это так? Я должен разобраться в этом, как изворотливый детектив. Дженкинс, я снимаю тебя с этого убийства. Оно стало для тебя личным. Ладно, а что если я отстранюсь от дела? Ты о чём? Что если мне будет, типа, всё равно, кто убил ту семью? А, ну тогда ты сможешь остаться на деле. Конечно, если всё равно. Всё равно что? Ну да... А, хорош. Возвращайся к работе. Счастье, у меня был целый самолёт посылок Федекса, который я мог использовать. Пожалуйста, будь едой, будь едой. Ого, спасибо, Боже, я спасён. Тарахис в глазуре. От Питера Гриффина. Попался. Продолжай. Но затем я открыл самую важную посылку с моим единственным другом на острове. Я назову тебя Вилсон. А в честь рейты, Вилсон. Самой красивой и талантливой женщиной в Голливуде. Настоящей первой леди американской культуры. Клянусь, я сказал всё это не ради того, чтобы Том Хэнкс позволил нам снять фильм. Она не спит. Она смотрит свои старые фото. Именно об этом говорили в видео. Четыре года спустя. Развитие персонажа. Я был на том острове четыре года. Блин. Я на этом острове уже где-то между двумя и семью годами. Не уверен, сколько, потому что я больше не одержим временем. Ещё больше развития персонажа. Так вот, все эти годы я не мог выкинуть Хелен Хант из головы. Я сходил с ума, думая о ней. О, Хелен. Ну всё, соберись. Думай о другом. Подумай о чём-то, кроме Хелен Хант. Почти Хелен Хант. Как молодая тогда выглядела. О, боже. Теперь она ретвитит посты от Хувер в попытке выиграть пылесос. А теперь она посмотрела на сбор средств для женщины Рана и даже не лайкнула. Мне это надоело. Я решил построить плот и вернуться к своей возлюбленной. Но из чего сделать плот? Должно же быть тут что-то, что плавает. Что же плавает? Уж точно не эти мечи для Тома Брэдди. Как камень ко дну. Эпизод написан разгорячённым фанатом Си Хоукс. Привет, Куагмир. А ты что тут делаешь? Кому-то из девочек исполняется 18? Нет, Питер. Веря или нет, но вообще-то я правда болею за женскую школьную сборную. Я старый фанат баскетбола. Я тут расслабляюсь. Мало народа, только я и детишки-готы, которые приходят сюда активно игнорировать игру. И тогда я такой. Что ты теперь думаешь о моей прическе, папа? И он чё? Он сказал, что любит меня всё равно. Мудак. Лобки.бис Интересно. Уже второй раз. Продолжай. Это может быть тем самым сезоном, когда помещают командное фото в Эппл Бис. О боже, не хочу забегать вперёд. Мне всё это по боку. Мэг приняли, Лоис заставила меня прийти, потому что я её отец. Мне удалось построить плот, сделанный из огромной коробки с шуткой. Только я и Вилсон. Ну и какой-то беспонтовый мужик. Только поднимешь парус, а ветра нет как нет. Я прав? Я только что видел, как ты стрёшь в океан. Я не хочу болтать. Эй, Мэг, я вижу твой пенис. Она посмотрела. Да, посмотрела. У тебя что, ноги приклеили к полу? Прыгай! Прошли дни. Мы с Вилсоном были одни. Без питьевой воды, без еды. Кроме... Нет, не в этот раз. А, с тобой неинтересно. Продолжай. Ты в команде. Вот так. Пойду расскажу всем мужикам на пивоварне, как отец Руди. Мою дочь взяли в баскетбольную команду. Я слышал, как женщина перданула сегодня на заправке. Много, много поводов для праздника сегодня. Почему ты улыбаешься, милый? О, раньше я спал с этим волейбольным мячом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова